О, тот, кто вернулся к чудищу, но ты не богиня Хайли, испытания тебе предлагаю. В обмен на эмблемы на Борис, в мир своих страхов и воспоминаний, ты ступишь. Готов будь ко всему, ибо даже в мире иллюзорном потребуется храбрость, чтобы истину постичь. Мир этот иллюзорен, он соткал из твоих воспоминаний. Чтоб испытания пройти, побороть свой главный страх, ты должен сразись с ним. Это испытание не тело, но души. Победу одержи, имея только то, что я тебе отдам. Кажется, это лже-ганан. Это чё, мой самый главный страх, что ли? Иллюзорный мир. Лже-ганан-грозы. Да не, я шоу не боюсь, вы чё? Я щас его уделаю. Давай, покажи мне свою мощь. Упал. Стазис. Давай, Стазис. Куда ты спешишь? Рано убегать, товарищ. У нас с тобой ещё куча дел. Ой, вот эти штуки я боюсь. Чёрт, у меня всё отобрали. Меч мой. Мой меч. Улетаем. Ух. Это было близко. Чуть по жопе не получил. Щиток, щиток, щиток. Чёрт, не успел поставить щит. Капец. Бесит меня его быстрота. Спустись вниз. Спустись вниз, говорю. Только не улетай, э. Я щас... Ревали нет. Ну чё так всё... Где он? Ты где? Оу, это электрические столпы. Кажется, нужно магнезис врубать. Упал, красавчик. Теперь Стазис, чтоб не улетел далеко. Он не успел. Не успел со Стазисом. Чёрт, поняли. Вставай, Ринг. Ещё куча дел. Где ты, фигня? Попался? Стой, стой. Куда ты упал? Туша ты. Попался. Последний раз не остались. Давай, решим, с тобой по-мужски этот вопрос. Я тебе пару плюх сейчас замучу и всё. Ты просто сдохнешь. Очень ток появился. Так неч... Электричество. Так нечестно. С электричеством любой дурак сможет. Убегаем от него. Убегаем. Красава. Блин, чуть-чуть, чуть-чуть совсем оставалось, но я чё-то. Он слишком быстро взлетел, а я его в стан неудачника ввёл. О, пукалки-шпукалки начались, да? А так ты в меня не попадёшь. Хе-хе-хе, косой глаз. Снова электричество. Ну, не умеет он по-мужски разбираться. Только с током. Чё-то может предъявить мне. Ой-ой-ой, как размахался-то. Давай уже электричество своё вырубай. Не, только не туда. Не в этой школе унитаза. Вернись обратно. Опять, как в прошлый раз. Ты улетел от меня. Снова зассал. Козлина. Вернись, я жду тебя. Ну, прилети ко мне. О, красавчик, как... Чё случилось? Почему? Как-то вышло. Какого лишнего, значит? Иди сюда, иди сюда. Вот так. О, знатенько меня шибануло. Я думал, что здесь всё, он мне не сможет нанести урона. Фух, слава богу, он вернулся. И всё у нас замечательно. Пару ударов. И меч сломался. Субтитры создавал DimaTorzok Здоровенький былы. А, что? Извини. Я погрузился в размышления. Некоторые именно поэтому любят путешествовать в одиночестве. Никто не мешает. Знаешь, все эти рассказы про воинов воодушевили меня. И я решил написать собственную песню о Бурбозе. Мне захотелось представить её в несколько ином свете. Чем это сделал мой учитель? Разумеется, за вдохновением я сразу отправился к наборис. Ведь именно этим чудичем управляла Урбоза. Послушай, что у меня получилось. Итак, песнь Урбозы. Внимли историю о любящей Урбозе, что правила на Борис. Во всех врагов она вселяла ужас. Свела судьба её с принцессой избранной. Что в город к ней за помощью пришла. Принцесса Хайрула. Я, безусловно, готова оказать помощь. Сторонники Ганнона, бандиты клана Ига, хотят выкрасть реликвию нашего народа. Я с радостью помогу уничтожить Ганнона. Предводительница Урбоза. От имени короля Хайрула благодарю вас. Такой серьёзный я тебя ещё никогда не видела, Урбоза. Правда? А вот и я тебя, золотце моё, видела десять лет назад. Урбоза, давно хотела тебя спросить, почему ты иногда зовёшь меня золотце? Эй, вы, двое. В отличие от вас, я решаю вопросы лицом к лицу. Чего ждёте? Урбоза! Урбоза! Пошли вон! Золотце ты моё родное. Когда ты была маленькой, так тебя любя называла моя хорошая подруга. И улыбалась при этом. Мамочка! Десять лет тому назад она покинула этот мир, но ты не упала духом, как и подобает принцессе Хайрула. Тебе было тяжело, но ты справилась. Сильная женщина, настоящий солдат, но в то же время словно заботливая мать. Понравилось? Мне показалось, что сила Урбозы в любви. Закончив эту песню, я почувствовал, что стал немного ближе к учителю, я вдруг осознал, что никто, кроме меня, не сможет завершить его песню. Ты настоящий Вуой. Теперь можешь чаще использовать ярость Урбозы. Прошу, спаси принцессу. Её судьба в твоих руках. Линк, ты гордость Хайрула. Ярость Урбозы плюс. Я теперь стал намного мощнее. Песень Урбозы. Выполнена. Кас, а ты? А ты со своей новой песней. Песня воспоминаний. Это просто кошерно. Подчесть таких воспоминаний надо от тебя. Короче, в общем, сюжет продолжается. Нужно драпать к остальным чудищам. А я-то уж хотел на Ганнона напасть. А ещё, учитывая, что эти способности становятся мощнее, то они в любом случае помогут мне в битве с Ганноном. Прежде чем мы отправимся к следующему чудищу, нам нужно сходить во второй институт. Пура из Хотенского института рассказывала нам про некого профессора Робби, который находится где-то, где-то, где-то здесь, возле долины Акала. И мне, между прочим, об этом также писали в комментариях. Где-то здесь, где-то, где-то, где-то здесь должен быть тот самый институт. В общем, поехали туда, будем разбираться на месте. Так-так-так, нашёл указатели. Ну и посмотрим. Озеро Акальское, конюшня Ост-Акала и Акальский институт. Вот, то, что мне нужно. Значит, нам нужно ехать в ту сторону. Замечательно. Ну, погнали. Оу, кажется, я его нашёл. Что-то там наверху такое любопытное. И огромный телескоп. Кажется, это то же, что мы с тобой искали. Да, ну и погодка. Приехал, называется, в институт. Грозы, ливень. Акальский институт. Прикольное местечко. Очень забавно выглядит. Такое таинственное, загадочное место. Пойдём, постучимся. Есть кто дома? Всё, это фигня. Ты кто такой? Это, видимо, дрон дворецкий, что ли? Поболтаем. Кажется, он сломан. Ты чё здесь делаешь? В смысле, чё я делаю? Я к тебе приехал. Это, кстати, тот самый Робби. Старичок такой маленький. Ты... Ты Линк? Ага, тот самый. Если бы ты был Линком, я бы рассказал тебе кое-что важное. Но как отличить настоящего Линка от самозванца? Я бы сразу знал Линка по ранам на теле, которые он получил сто лет назад. А раздеться, что ли, перед ним? Погоди, давай-ка поболтаем с его помощницей. Ты какой-то подозрительный. Если ты знакомый Робби, к нему и обращайся. Капец. Ну и мадам. Ладно, давай раздеваться. Вот, голенький. Ох. Ну вот, посмотри теперь на меня. Да, сколько же у тебя старых ран. Я их помню. Многие уже зажили, но это именно те раны, которые ты получил сто лет назад. Когда пришло бедствие. Хм-хм. Я признаю, что ты настоящий Линк. Что ж, давай сначала. Я ведущий специалист по стражам и начальник Акадьского института. Профессор Робби. Удивительно, что ты смог сюда добраться. Меня искал? Или тебе нужна Пура и её сила? Но Пура вообще-то ребёнок. А, у Пура есть ребёнок. Да нет, Пура помолодела. В смысле, она выглядит как ребёнок. Чё? Сама Пура стала ребёнком? Серьёзно? Какое сумасшедшее было. Такое и осталось. Это у неё, наверное, опять какой-нибудь эксперимент. Не получился. Я аж её знаю. Так. Мы отвлеклись. Ты знал, что к бедствию возвращаются его силы? Да, знаю. Я знаю. Понятно. Может, тогда я расскажу о себе? Ну, давай рассказывай, чё. Хорошо. В этом институте я делаю всё, чтобы найти способ навсегда уничтожить бедствия, которое возрождается раз на разом. И, конечно, спасти Зельду, которая на этот раз оказалась у него в плену. Теперь я знаю, как уничтожить бедствие, но слишком стар для этого. Но! Зато проснулся ты, Линк. Хорошо, что ты застал меня живым. Пробил час. Тогда пора объединить наши усилия, парень. Уничтожь бедствие! За дело. Давай уничтожим. Да! Так, точно! Мы с тобой объединим силы и положим конец бедствию. Извини за долгое вступление. Хочу дать тебе древнее снаряжение. В общем, ты всё понял. Черри, то есть духовка, может делать древнее снаряжение. Но сейчас у нас себя плохо чувствует. Кому-нибудь снова придётся принести синий огонь из древней печи. Опять и сюда этот огонь тащить. То пури притащить, то теперь тебе, да? Ясно. Ну и чё, потащили. Только откуда? А где мне его искать-то? Подожди. Тут есть ближайший какой-нибудь источник? Где древняя печь-то находится? Древняя печь — это что-то вроде хранилища, в котором скапливается энергия. Недалеко есть одна такая, наплата Тумелия. Надо принести оттуда синий огонь и запустить этот институтский генератор. Тогда Черри, то есть духовка, станет как прежде. Но я уже стар для таких походов. Ни реку не переплыву, ни на гору не вскарабкаюсь. А жена за синим огнём не пойдёт, потому что ревнует меня к Черри. Ещё вопрос. Да, я ещё хотел спросить у тебя про древнее снаряжение. Мы, Шика, придумали, как создавать древнее снаряжение, использовать древнюю энергию. На самом деле всё очень просто. Нужно лишь взять древние детали, которые есть в стражах, и чуток рупии. И бросить всё это в Черри, ну, то есть в духовку. Правда, сейчас она себя плохо чувствует. Кто бы смог тут помочь? Ты задолбал. Да помогу я, помогу. Всё, до свидос. Пошёл я. Ну, счастливо. Синий огонь хоть бы кто-нибудь принёс. Да задолбал, а. Всё, побежал я. Только надо одеться. Ой. Не, я передумал, что-то там как-то мокренькое, грозы. Я лучше здесь у тебя поброжу чуток. Пережду, окей. Приоденусь пока. Слазжу на второй этаж. Гляну, что там почём. А, второго этажа-то у него так такового и нету. Вот это дела. Давай хотя бы в телескоп посмотрим, что ли. Здесь, короче, шизлонг для загара. Это он, видимо, для своей жены замутил. Но так-то неплохой видок здесь. А в телескоп посмотреть, к сожалению, не пол... О. Ммм, корок. А ну, гони семки. Короче, в телескоп не получится здесь посмотреть. Он используется не по назначению. Ну, чё там? Всё закончилось? А, нет. Тут как бы совсем всё печально. Ладно. Я думаю, что коня-гулу я оставлю здесь. А сам, а сам, а сам отправлюсь вот сюда. Плата Тумлея. Кажется, здесь. Да, вон он, синий огонёк. Я его даже вижу отсюда. Вон он, горит там. Факел только нужно взять. Ёшки-матрёшки, это чё здесь такое? Кладбище... Стражей, что ли? Фигащи. Ну и свалка. Ребят, я у вас тут факел возьму, окей. Ну чё, давай попробуем, где наш факел. Так. А, факел довольно быстро тухнет. И как нам быть? Нужно ждать солнечной погоды. Разведём здесь сейчас костёрчик. И подождём. Отлично. Пять утра. Дождя нет, просто облачно. Есть шанс дотащить этот огонёк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Фух, днесли. И теперь печка вроде должна зарабатывать. Ну-ка. Уши крутятся. Дай детали. Добро пожаловать. Имя отсутствует в базе данных. Беру детали и рупии. Даю древнее снаряжение. Ооо, нифига себе снаряжение. Древняя стрела. Древний меч. Древний щит. Причем такой мощный щит-то. Древний пилорез. Древнее копье. Древний лук. Древний шлем. И вот они, снаряжение древние. Которые очень мощные. Две тысячи рупий на них нужно. По деталям у меня все есть. И это снаряжение защищает меня от стражей. Короче, нужно будет подсобирать деньжищ. Оружие тут, конечно, классное. Я бы здесь из всего купил только древний щит. Потому что по урону все остальное, ну, такое себе. Ну и может быть стрелы. Спасибо за обращение. Приходите еще. Хорошо. Робби, все, я починил. Огонек тебе притащил. Эй, Линк, послушай. Челюсть снова заработал. Вот она, сила любви. Моя челюсть снова жива. Ну, вообще-то я генератор запустил. Да? А, ну это спасибо. Действительно. Тогда возьми вот это в знак моей благодарности за то, что ты починил черри. Древняя стрела. Три штуки. При создании этого снаряжения использовались тайные знания Шика. Я только внес некоторые поправки. И снаряжение превратилось в противобедственное оружие. Если так можно сказать. В общем, это очень мощное древнее снаряжение. Которое я называю... Древние стрелы! Кроме древних стрел, черри может делать любое древнее снаряжение. Если оно тебе нужно, попробуй дать черри древние детали и рупи. Ладно? Рупи? Услышал все-таки. Прошу прощения, Линк. Наши исследования не финансируются с тех самых пор, как был захвачен замок Хэррл. Я подумал, ты сможешь нам помочь материально. Ну, пожалуйста. Не будем откладывать дело в долгий ящик. Уничтожь бедствия! Да. Дедуля, конечно, знатный. Вообще, оторон. В общем, поехали в Хатенский институт. Мне там говорили прикупить домик. Посмотрим, что он стоит. Заодно к пуре забегу. Давно ее не видел. Старушенцу эту молодую. Так, так, так. В общем, как я помню, вроде бы здесь продаются домики. Домики нового поколения, которые стоят на кирпичах. А нет, это древесные кирпичи. Если так можно назвать. В общем, вот. Тут три домика на выбор. Я так полагаю, что могу купить любой. Но мне, конечно же, нравится вот этот он. Интересно, так выглядит. Двухъярусный. Это вообще коморка какая-то. Как в таком доме можно жить? И тут тоже такая коморочка небольшая. Давай попробуем зайти сюда. Так. Посмотрим, что внутри. Книжечки. Ты можешь использовать милость мифы. Да, спасибо мифу. Но я тут осматриваю свой новый дом. Точнее, будущий новый дом. Второй этаж. Могу даже выйти. О, у меня лоджия есть. Шикарный дом. И вид такой неплохой на горы. Так. Посмотрим, что в этом. В маленьком доме. Ток-ток-ток. Че есть, ток-че есть. Все равно никого нет. Не, ну это просто капец. Сундучок, что ли? А, нет. Это путь. Две койки. И даже кухни нет. Туалета нет. Ну, туалет, наверное, на улице. Нет. Все-таки я хочу вот этот двухъярусный купить. Он круче. Круче всего, что здесь есть. Как насчет приобрести его? Здесь вот есть вывески. Дома нового типа. От компании Строй до Строй. Универсальная конструкция. Уникальный дизайн. Номер один в жилищных рейтингах всего мира. Это я понял. А как его купить-то? Как его купить? Видимо, мне нужно подойти к главному в этой деревне и попросить, чтобы он продал мне этот дом. Наверное, у вас здесь вот продажный отдел. Продажный отдел. Отдел продаж, точнее. И тут-то я могу договориться о цене, да? Ты че, дом чинишь или ты его ломаешь, а? Ну и погодка. Работа, работа. Чем занимаешься ты, собственно? Работаю, как видишь. Это старый дом, в котором никто не живет. По решению хотенцев он будет снесен. Я хотел бы купить этот дом. Тогда ты не с тем разговариваешь. Насчет покупки узнавая у нашего начальника. А где начальник-то? Дом вроде как пустой. С кем мне болтать-то? Начальника! Начальника, ты где? Блин, а че он долбит-то мой дом будущий? Ты перестань долбить-то его. Я, может, его куплю. Засранец. Надо быстрее начальника найти. Потом его расколошмарит. Блин, как бы выглядел дом начальника, а? Начальник это деревня. Где же тебя найти? Может быть, начальник это бабушка Пура? Она что-то заправляет всем. Пабуль, привет. Ты, наверное, уже знаешь, что импа моя младшая сестренка. Она очень ответственная. Но вот развлекаться совсем не умеет. Фига себе. Я пришел спросить у тебя про дом в Хохотена. А ты мне про импу. Но я об этом не знал. Нам раньше всегда говорили, что мы хоть и сестры, но совсем друг на друга не похожи. Я вот, если что решу, сразу к этому иду. А импа предпочитает не спешить. Ну ладно. В общем, все исследования нам заказывал замок Хайрул. А импа, хотя по ней и не скажешь, была придворной советницей. Ну, ты сам понимаешь. Если б не она, я бы развлекалась государственными средствами на полную катушку. Да уж занятно. С тех пор, как замок Хайрул оказался во власти Ганнона, деньги институт не получал. Собственные средства я уже все потратила. Хотя, надо сказать, их надолго хватило. Эх, мне бы пару миллионов рупий на разработку новых рун. Короче, про дом она ничего не знает. Ладно, до свидос. Пока. Короче так, если ты знаешь, где этот начальник, Жамшут Рамшут, напиши мне в комментариях, потому что я его в Хохотена не нашел. Видимо, он от меня где-то прячется. Ну, а на сегодня это все. Если тебе нравится Зельда, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан, и коммент от под видос. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok